у вас как бы судьба идет у меня по правой руке это значит что она ну судьба как бы ведет победе вас в этих отношениях то есть будете вы с ним вместе я не знаю или нет это ваша свобода выбора но там должно быть все хорошо но полива меня тоже пошло его дошло до кисти но это отношение посмотрела сделать судьба или отношения отношения то есть у вас в отношениях есть какая-то засада сильно надо ее промолить и дальше судьба пойдет хорошо вы можете зайти из то есть может она привести вас к восстановлению семьи вот это отношение это вот ваш страх вы понимаете вы сердце не очистили у вас сердце сейчас страх и и безысходность и отчаяние вот по поводу вашего мужа это означает что вы не можете предсказывать судьбу вы будете видеть просто неблагоприятное все потому что вы не подготовили прибор для диагностики ваш прибор не готов для диагностики еще раз повторяю если вы у вас сердце не спокойно нечего смотреть это все бесполезно вы будете видеть только все плохое и будете себя только накручивать сердце должно быть спокойным иначе бесполезно вот я посмотрел все правильно меня сердце спокойно по поводу вашей семьи если бы это была моя семья не надо побольше помолиться чтобы успокоиться фактически все должен уже начать побеждать судьбу чтобы ее продиагностировать первый этап победы над судьбой это сердце внутри это у тебя в сердце спокойствие это значит и уже побеждаешь понимать тогда можно диагностировать поэтому когда навалилась тяжелая судьба иди к наставнику иди к старшим добрые люди могут помочь они тебе сразу скажут почувствуют даже не надо на руки смотреть понимаете есть разные способы ты не можешь сам тебя тебе надо срочно понять что происходит иди спросил у совету доброго человека будет все хорошо или нет как ты чувствуешь он скажет будут трудности или вроде нормально все добрый человек является инструментом для до диагностики судьбы но его не надо накручивать доброго человека просто по-доброму спросить посмотрит скажет если он скажет трудности значит трудность скажет и вроде все нормально но человек должен быть честным он не должен вам подыгрывать понимаете некоторые подыгрывают все хорошо на кому идем все хорошо а что какая тема ну вот работа правая рука и средний парень знать будете упахиваться упахивайтесь там на работе тяжело там работа а чё вы к чём подумали о будущем на работе для чем или о смене работы чем подумали почему ну да папа по среднем пальцу колот у меня тоже будет напряжение какой-то на работе ближайшее время там может через три-четыре месяца конечно все это объем работы если вы кому-нибудь электросексу придете как электросенсу экстрасенсу вот он вам дав будет пугать если он что-то увидит он будет пугать вас они зарабатывают же на этом поэтому не пугать ничего спугать будьте осторожны не ходите к предсказателям которые это делают профессионально эти люди всегда большинстве случаев просто разводят кроликов и хотите быть кроликами то пожалуйста как это мне сказать разводят кроликов на деньги идите к добрым людям наставнику сходить ходите в храм просто помолить все узнаете сами про свою жизнь если вы пошли к астрологам всяким психологом психо астро еще каким-нибудь то это все вот без этого на испуг будут вас брать на испуг просто означает портить вам жизнь а а а и и а и и